хейтеры 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 наконец-таки я до вас добрался скорее до ваших комментариев которые вы оставили под моими постами в социальных сетях конечно же вы хотели чтоб я вам ответил и я вам отвечаю но опять же я буду не просто отвечать а буду говорить какие проблемы скрываются за вашими хейтовыми сообщениями хорошо итак поехали первый хейт а скорее даже два хейта канал называется дневник каблука подкаблучник да и второй хейт похожий привет это канал подкаблучник знаете под каким рилсом эти комментарии были оставлены под тем рилсом в котором я говорил что нельзя бить женщину нужно уважать и поддерживать ее странно что именно таким образом эти товарищи характеризуют подкаблучника ну соответственно делом вывод что они ведут себя именно так они не уважают свою вторую половину они видимо иногда даже побивают ее ну есть какой-то комплекс у этих товарищей и соответственно они по-другому жить не могут и уверен что счастья в их жизни тоже нет когда ты начинаешь кого-то бить и унижать то в этот момент ты всем показываешь что твоя жизнь не удовлетворена если это действительно вы считаете что флажок подкаблучника то у меня не очень хорошие новости для вас у вас очень большая дырка в груди в душе следующий хит умник тоже от мужчин но в принципе его можно отнести и к тем первым двум человек чувствует что что-то здесь не так он видимо унижает свою женщину иногда видим побивает и надо как-то ему оправдать свое вот такое поведение и он пишет комментарии умник а помните эти все фразы из детства что все больно умные стали вот-вот туда же это от неуверенности в себе следующее это не хейт но я бы обратил бы внимание на павла демидова который говорит иногда сказочный лещ ставит женские мозги на место девушки делать и выводы если вы встретите это молодого человека он точно вам отвесит леща велкам следующих карте на твоем запястье нельзя прощать это про браслет и девушка еще одна написала там прямо несколько я прям сильно задел о том что у меня есть какие-то украшения и она написала я одна обращала внимание на карте браслета ну там с русским языком проблема дальше написала ой да и уши заметили ужас какой-то а что он говорит я на это даже внимание обращал ну конечно зачем обращать внимание ведь там же что-то умное говорится а здесь лучше обратить внимание на какие-то внешние атрибуты и в конце надо писала а еще написала этот карте даже у меня нету и подписала что мужчина должен быть мужчиной они вот это вот все эта женщина постоянно концентрирует свое внимание на каких-то внешних атрибутах хотя на самом деле мужчину делает мужчиной не его браслеты а то что он делает как он уважает свою женщину как он ведет себя в семье как он уважает своих детей как он воспитывает и не бьет ли он свою женщину вот это делает мужчина мужчиной а не то что у него если браслет да этот браслет мне подарили мои любимые люди я очень сильно благодарен им за это и не буду снимать даже если вы попросите потому что не это меня делают мужчины а мои поступки следующий хейт недобрый ну по поводу недобрый если вы видите мужчину и считаете что он недобрый вам вам так кажется то я боюсь что у вас большая травма связанная с мужчинами наверняка вас мужчины обижали и вы теперь видите практически во всех недобрых мужчин но я опять же сужу не только по этому комментарию а по тем комментариям которые вы оставили до этого и после этого к сожалению здесь вижу травму вам нужно обязательно с этой травмы что-то сделать отработать все с психологом например следующий хейт как же не насмехаться над парнем если так и напрашивается прекрасная ольга мирошник ну конечно же я напрашиваюсь я хотел бы сделать жизнь людей которые меня слушают более счастливой если человек не хочет этого делать и если он оправдывает насилие в семье или неуважение в семье то конечно же ему проще насмехаться на таким человеком высмеивать все что я говорю это намного проще чем действительно начать изменять свою жизнь а не терпеть что вас бьют или вас оскорбляют вашей семье я уверен что это все существует иначе бы вы бы сказали бы совершенно другие слова мое самое любимое какой умный читатель по компьютеру просто вырисовал образово идеального мужчину но природе идеальность не предусмотрено ну и так далее что мы видим вот прям красивый образ этого товарища о кстати он психолог да я его спрашиваю а что дает вам то что вы используете пассивную агрессию в дискуссии ну потому что вы прям с первых слов вы являете пассивную агрессию человек не просто так задает этот вопрос он хочет здесь ну как-то поджать меня до что-то как-то укусить меня из-под тишка и так чтобы это не было явно видно на что человек мне отвечает это дает мне возможность оставаться самим собой пассивная агрессия никому не дает возможность оставаться самим собой это говорит о том что у вас есть какие-то комплексы вы их пытаетесь спрятать а а это дорогого стоит наверное а к сожалению дискуссии в инстаграме не бывает базар до дискуссии это разговор равных видимо я до равных еще в вашем понимании не дорос поэтому все очень понятно есть какая-то определенная есть определенный какой-то уровень которому вы пытаетесь следовать сами и смотрите к этому уровню подходит тот человек с которым вы будете вести дискуссию или нет и если вы не хотите вести дискуссию вы сразу же говорите смотрите ты не дотягиваешь по уровню все в сад смотрите сколько комплексов здесь а здесь целый букет проблем человек вроде как и работает с психологом но честно впервые хотел хотел бы такое сказать бегите таких психологов во первых он советует что-то делать кому-то во-вторых он использует пассивную агрессию в диалоге хотя понимает что это такое говорит что это его фишка и что в этом он какой-то оригинальные или интересны таким образом он аккуратненько всех своих женщин и да и мужчин которые вокруг него аккуратненько будет подминать и они будут чувствовать негатив вот уверен что все вокруг него чувствуют какой-то дискомфорт постоянные с этим нужно работать качетов психологи следующих два комментария еще один психолог психолог гуру знаток женской психологии объявился и второе психолог свои-то проблемы решить не может а еще третий сколько же вас развелось таких горе психологов смешно на вас специалистов смотреть но здесь вообще не не читаемые юзерней мы поэтому все очень понятно человек вышел выплюнул чего-то но главное чтобы высказать почему потому что вот и у него внутри есть какое-то неудовлетворение этой жизни до него есть какое-то чувство когда он меня слушает не возникает это чувство он его не может описать единственное что он может это вот эту какашку выложить в комментарии и непонятно зачем кстати вот что дает мне вам хоть кому вот эти все комментарии практически ничего но человек высказался и если его игнорирует к сожалению у него будет расти вот эта пустота внутри если у человека есть понимание счастья в этот момент он не будет смотреть видео которые ему не нравится он его закроет и включит то которое ему нравится а то может быть и не соберется и пойдет гулять на улицу своими детьми и любимыми женами мужьями с кем угодно и не будет оставлять какие-то странные комментарии здесь действительно нужно идти к психологу и отрабатывать вот эти проблемы ну и в завершение это то что я люблю больше всего знаете сколько я таких комментариев получил девушка одна написала мое любимое не в обиду но вы копия шарикова и собачьего сердца даже уши честно говоря я даже устал это знаете это как собчак лошадью называть уже настолько заезжено настолько не смешно настолько тривиально но опять же когда вы переходите на личность на какой-то уровень когда вы приходите на внешние какие-то черты что это о вас говорит о том что вам совершенно не интересно о чем я говорю вы не ловите суть того сообщения которое вам несу или она вам неприятно потому что у вас в этой в вашей жизни это все есть вашей жизни наверняка есть какое-то насилие или какое-то неудовлетворение вашей личной жизни пожалуйста начните разбираться в ней моя внешность будет но на сотом на тысячном месте она вообще не имеет никакого значения потому что важно то что я говорю они как я выгляжу здесь может быть маска общая зайчика там не знаю медвежонка или еще кого-то важно не это важно что я произношу а не с каким лицом понимаете если вы оставляете хейтерские комментарии то в первую очередь это не про меня не про мои рилс не про мои посты и не про мой контент это про вас вы кричите о своей боли вы кричите из то зияющий раны которые находятся у вас в груди если вы хотите высказать свое мнение то выскажите его нейтрально что вы согласны не согласны с этой точкой зрения что у вас есть комментарии вы хотите добавить что-то или до согласиться с точки зрения сказать что у меня есть другая точка зрения вашу точку зрения всегда выслушает но когда вы начинаете оскорблять говорить о личных качествах а может быть о внешности того человека который сейчас в кадре в этот момент вы не делитесь своим мнением абсолютно вы показываете себя и не с лучшей стороны к сожалению удачи и высказывайте свое мнение а не хейтерите это намного важнее причем для вас в первую очередь а